Мы продолжаем тема эфира «Наши девять жизней» и в студии у нас человек, который точно абсолютно поможет, ну я не знаю, продлить одну или сделать ее более интересной, уж точно, инструктор гималайской йоги Дарья Кузнецова. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Что такое гималайская йога? Сегодня я буду знакомить, скорее всего, не с гималайской йогой, а с практикой пяти тибетцев. Это пять упражнений, которые выполняются одно за другим. Из общих рекомендаций лучше выполнять утром, когда пробудился, потянулся, мягко поскручивался. Это как раз про нас. И затем приступил уже к основной практике. Всего пять упражнений, они выполняются одно за другим. Итак, упражнение первое. А то мы не успеем. Первое упражнение. Мы встаем в центр, вытягиваем ручки по сторонам и начинаем закручивать себя по часовой стрелке. В идеале каждое упражнение мы делаем 21 раз. Но вначале… Почему именно 21? Есть какой-то… Ну, нет, это такое магическое число. За это время говорят, что… Привыкаешь. Привыкаешь. Да. Вырабатываются новые привычки. Да. То есть мы сделали 21 оборон. Так, сделали 21 раз. Отдохнули. В одну сторону обязательно, да? Да, только по часовой стрелке. По часовой стрелке. Я ложусь. Ложитесь. Второй – тибетец. Мы ложимся на спину, вытягиваемся. Повторяйте, дорогие телезрители. Стараемся плотно прижать поясницу к полу. Так. Поднимаем ножки. Поднимаем ножки. Вдох. Отрываем голову, лопатки и с выдохом опускаем ноги вверх. Боже мой. Вдох. И выдох. Это пресс по-другому. Я рада, что мы сегодня не спасли этой формы, потому что я бы не смогла это сделать. Хорошо, спасибо огромное. Это второй тибетец был. Это второй тибетец был. Третий. Да. Третий тибетец мы стоим на колени. Колени на ширине тазобедренных суставов, ладошки на бедра. Выдох. Опускаем голову вниз. Со вдохом мягко прогибаем себя. Вот это очень хорошо. Скажите, а это вот прям продлевает жизнь, да? Да. То есть все эти пять тибетцев, они очень хорошо укрепляют мышцы, суставы, связки, прорабатывают гормональную систему. То есть работают с щитовидной, пара с щитовидной железой, с вилочковой. Все по 21 разу нужно. Но стараемся, то есть можно начинать с нескольких повторов, допустим, с 3-5 и затем постепенно увеличивать до 21. Вот вы сейчас сели, это вы устали или все-таки вы готовитесь к четвертому тибетцу? Четвертый тибетец. Вообще огонь, потому что сейчас поймете. Итак, мы ладошки ставим под плечи. Нам нужно с выдохом опустить голову вниз. Так. Со вдохом вытолкнуть таз вверх. И с выдохом мы пробуем пронести таз между рук. А со вдохом вытолкнуть себя. Это очень интересно. Все движения всегда мы делаем в ритме со своим дыханием. Дыхание плавное, глубокое через нос. Мне нравится оно, я обязательно повторю его. Здорово. И положение пятого тибетца. Хорошо. Ты заметил, как Дарья вот встает без рук? Встает без рук. Это одно слово без рук. Ладошки под плечи. Мы делаем вдох, выталкиваем таз вверх, положение собаки морды вниз. Помнишь, наш с тобой любимый положение? Собака морда вниз. Мы уже делали такую зарядку, да? Прогиваемся. Дайте, Дарья, как здорово, что вы и сами делаете эту зарядку, и нам показывали. Если есть дискомфорт в пояснице, можно делать все через колени. Опускаем колени. Таз вверх. Опускаем колени. Вот это, получается, Дарья, вы нам рассказали гимнастику пяти тибетцев, правильно? А скажите, есть ли какое-то движение, Анечка, прошу тебя, пожалуйста, перебью тебя. Есть ли какое-то движение, знаете, вот ты стоишь вот так, ну, не знаю, в трамвайчике, едешь на работу. И как-то потянулся. И тебе надо, вот, знаете, привести как бы себя в состояние бодрости. Есть такое движение? Есть. Нужно встать, взяться за поручень и попробовать подтянуть себя. То есть прям от стоп, колени, подтянуть бедра, потянуть низ живота, ягодицы, потянуть себя за макушку и постоять. Наверх, вот туда вытолкнуть, да? Да, и прям постоять в таком положении, то есть... Максимально собранное тело. Да. Говорят, еще нужно вот вытянуться и расслабиться, потом опять вытянуться и расслабиться, да? Это тоже мышцы как раз на... Да, то есть на тонус. И после пяти тибетцев, то есть вы их сделали, после этих пять упражнений, и можно чуть-чуть полежать. То есть чтобы все, что мы сгенерировали в теле, оно спокойно растеклось, напитало нас. Спасибо большое. Шесть часов пять или буквально минуточек двадцать? Минуточек пять. А, минуточек пять. Да. Мы вас благодарим. Мы вас... Мы вас благодарим. У нас в студии сегодня была инструктор гималайской йоги Дарья Кузнецова. Ну, а прямо сейчас рубрика «Садовые истории». Узнаем, как правильно делать прививки деревьям.